Друзья, всем привет! Этот ролик будет коротким, специально для того, чтобы вы обратили внимание и осознали информацию, которая может скрыться за потоком, за лавиной, я бы даже сказал, новостей, которые приходят в последнее время, связанные с вирусами, различными военными слухами и так далее. Прошу вас внимательно отнестись к этой информации и подумайте о том, что я сейчас вам скажу. Я, конечно, могу заблуждаться, но у каждого своя глава на плечах. Анализируйте эту информацию и сделайте свои выводы. Итак, друзья, происходят события, которые, на мой взгляд, необходимо внимательно оценить и осознать. Госдума самораспускается, такое было внесено предложением депутатам Карелиным. Будут новые выборы. И также Жириновский, который является негласным оракулом нашего государства, нашей власти, и то, что он предлагает, как правило, сбывается, предложил, чтобы президент выбирал Госсовет. На этой новости хочу остановиться поподробнее. Вернемся чуть-чуть назад, буквально на несколько дней, когда Госдума отклонила предложенные президентом Путиным поправки о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в нашем федеральном собрании и на высших чиновничьих должностях будут сидеть люди, которые имеют недвижимость за границей. Что, в принципе, сейчас и происходит. У них дети живут за границей, в домах, купленных чиновниками на коррупционные деньги. И даже неважно, являются ли они гражданами той страны, где проживает семья чиновника. Все мы прекрасно понимаем, что по завершении своей карьеры на государственных должностях эти люди, скорее всего, туда, за границу и отчалят. И вот теперь что мы имеем? Эту нехитрую схему. Логическая цепочка. Президента выбирает госсовет в соответствии с предложением Жириновского. Притом запрета чиновникам иметь недвижимость за рубежом нет. То есть люди, которые находятся в госсовете, со своей родиной, с Россией, свою жизнь не связывают. И они нам будут выбирать президента, как предложил Жириновский. В итоге мы имеем, что президенты нам будут выбирать люди, которые не связывают свою жизнь с Россией. То есть они нам поставят своего надсмотрщика, который народом избран не будет. Как он будет относиться к этому народу, выводы делайте сами. Вот такие вот невеселые новости. Думайте, друзья, анализируйте. Впереди голосование за изменение Конституции, досрочные выборы в Госдуму. И сегодня же прозвучало предложение о досрочных выборах президента. Как будут происходить эти выборы, мы его будем выбирать или его будут выбирать люди, которые имеют недвижимость за рубежом? Вот в чем вопрос. Вот такими вот быстрыми, можно сказать, шагами мы теряем свою независимость, друзья. Я сделал такой вывод из сегодняшних новостей. Вы, как я уже сказал, думайте, решайте сами. Всего вам доброго. Будьте бдительны. Не дайте себя обмануть. Всем пока.